Смотрите, что здесь произошло. Иду на той неделе, выхожу из метро, смотрю, что здесь скандал, крик, ор. Подхожу, люди говорят, что вот посносили. Самое интересное, что общаюсь с предпринимателями, что говорят предприниматели. Какой там банда Януковича, там тот режим был, все это понятно, все это прекрасно знают. Но люди платили все официально. Люди здесь стоят с 95-го года. Все платилось официально, все было ровно, все было нормально. Сейчас пришла новая власть, так называемая, европейская. Посмотрите, это Европа. Вот это в понимании теперешней власти, это Европа, эти руины. И они сказали, платите в конвертах. Энные суммы. Люди сказали, что мы должны платить, мы платить не будем. И они что, взяли бульдозер, смели это все и сюда поставят. Вы думаете, здесь проспект будет европейский? Нет, здесь будут такие же лырьки. И будут стоять люди те, кто согласился платить. Вот и все. Вот вам простой европейский принцип. Не платишь, тебя бульдозером снесут. Знаете, что самое интересное? Что именно мелкий бизнес вот такой, он и поддержал Майдан. Это была движущая сила Майдана. Здесь же, вот на этом месте сформировались коробки, сюда слаживались колбасы и чаи и возились на Майдан. Этими же людьми революция пожирает своих людей бестолково. И сейчас никаких мест рабочих никто не создает, только уничтожается. И смотрите, сначала сдерли последнюю рубашку с пенсионеров, потом с бюджетников. И сейчас у кого деньги остались? У мелкого бизнеса. Сейчас будут разрывать мелкий бизнес, стягивать с них последнюю рубашку. Вот и все. Продолжение следует...